Ну это ужас какой-то. Все капает, все везде, кругом. Это вся плитка отошла. Обои, сами видите, что это капец какой-то. Это полностью, полностью ремонт. Это надо сдирать, это все надо убирать, потому что будет покрываться плесенью. Самодельные натяжные потолки из полиэтилена жительница Новоалтайска Любовь Червова сделала от безысходности. Говорит, без них по дому можно ходить только с зонтиком. Помимо сырости еще и холодно, окна деформированы. Одна такая, не одна. Весь верхний этаж дома пострадал от капремонта крыши, которые начали в конце октября, перед похолоданием. Хотелось бы, чтобы, наверное, как-то возместили мне вот этот весь ущерб. Во-первых, это не забелится. Это надо все снимать, весь набел, там, или еще что-то, плитку вот эту. Все полностью снимать придется нам. Все это заново делать. А плесень, вы сами знаете, что она никуда не денется. Ремонт крыши дом по улице Гагарина, 23, ждал несколько лет. Добились его через суд. Но теперь, говорят собственники, капитальный ремонт требуется во всех квартирах второго этажа. А их всего восемь. Материальный вред людям нанесен. Они вправе рассчитывать на компенсацию соответствующего ущерба. Вопрос в том, кто будет компенсировать и в каком порядке. Стоит людям написать претензию в адрес подрядной организации, которая выполняла работу, и администрации, которая была обязана произвести эти работы, этого подрядчика наняла. Со стороны подрядчика, ЖЭУ и администрации пока тишина, говорят собственники. Мы хотели получить комментарий администрации Новоалтайска, но председателя не было на месте. А заместитель не пошла с нами на контакт. У нас есть председатель комитета, у которого есть полномочия давать все пояснения. То есть вы не можете ответить ни на какой вопрос? Я ответить могу, но, как бы, знаете, есть председатель, и я же не могу через голову прыгать. Но ранее Тамара Удовиченко была более сговорчива и дала комментарии коллегам. С ее слов, компенсация жителям будет. Мы там были, вызывали технодзор и подряд организацию. Сейчас все вопросы с данным домом решаются, а ущерб возместит подрядчик. Нанятый на аукционе подрядчик предложил за свои услуги самую низкую цену. Дешевые и некачественные работы обойдутся ему намного дороже. Фактически теперь он чинит крышу за бесценок. Работы должны завершиться 8 декабря. После этого собственникам должны выплатить компенсации. Но когда именно они получат деньги, никто не говорит. Полина Жданова, Алексей Фризин, Николай Шелко. День с толком.